слово непорочен очень важно ну во первых самом начале этой книги да об этом говорится эта подсказка идет что нам очень важно знать слово человек но слово и нам знакомо слово ишь до слово ишь знакомо это означает вообще-то муж значит это зрелые до зрелый человек который имеет жену по крайней мере мы знаем дальше детей дальше слово которое указывает на бытие хайда то вам знакомое то же слово гарриц тоже слово знакомое очень известное слово которое употребляется но вот слово непорочен она нам неизвестно но такое очень важное но такой небольшой и легко его запомнить там там пожалуйста следующий текст уже восьмом стихе вы видите тоже выделяется слово там я думаю что это ударное слово как ритму чтобы обращать внимание когда слушатели слушают потому что то время мы знаем не было у всех библий как у нас сегодня не было текстов поэтому на слух читалось и вас нужно было воспринимать это все поэтому это ударное слово подобно как справедливый богобоязнь удаляющийся от зла но так как первое слово стоит не справедливый а непорочный то это слово более важнее и часто бывает так что в этом слове потом и отражается и справедливый и богобоязнен и удаляющийся от зла то есть когда мы будем изучать это слово 3 отрывках то мы можем увидеть как бы эти акценты пожалуйста следующий текст еще есть один отрывок пожалуйста это уже жена говорит о нем добрите внимание о нем сказано автором потом господь говорит это слово ударно и в конце концов об этом говорит жена она говорит ты что будешь еще оставаться и тверд своей непорочности и так вот некоторые объяснения этого слова то есть как некоторые комментаторы говорят что слово то мне она включает себя совершенство совершенство в смысле то что это зрелость доведенное до завершения это слово может означать кротость невинность очень часто ветхом завете употребляется это слово как невинность защищенность еще одно употребление этого слова ветхом завете но я обратил внимание что больше всего подходит слово цельность тогда вот эти все они тоже как бы являются частью всего цельность то есть когда мы говорим с вами о непорочности мы говорим с вами о том что что-то да скрыто от нас цельная пожалуйста вот это слово там цельность она представляет собой картину запакованной вещи вот иногда мы что-то покупаем оно запакованное да мы надеемся что там что-то будет хорошее и когда мы только распакуем его мы тогда что увидим качество этой вещи поэтому ио с двух сторон был как бы запакован с одной стороны враг душ человеческих и его сказал что ты его оградил вокруг он запакован разреши мне чтобы брешь было это было это внешнее внешние там но с другой стороны ио был не порочен в том что он например заключил свои глаза заветство своими глазами чтобы не смотреть на девиц чтобы у него были правильное мышление чтобы он мог видеть нужду и помогать нуждающимся то есть когда мы видим как распаковывается иофф то мы видим что там прекрасная вещь там прекрасная там там действительно непорочность и как мы с вами говорили что это предвестник иисуса христа истинного непорочного истинный непорочный который во всей красоте себе явил на голгофе словами как мы говорили прости им ибо они не знают что творят непорочный непорочный значит указывает на защищенность и указывает на большое качество пожалуйста итак давайте мы посмотрим чем заключается проблема иова ну уже мы с вами можем легко определить что позиции греха он непорочный согласны почему потому что сказано о нем что он праведный или как сказано нашем тексте справедливый может быть на у него проблема с плотью нет сказано о нем что он удаляется от зла может быть на него влияет мир но мы читаем что он богобоязнен то есть мы видим что он огражден и защищен и себя защищает со стороны греха проявляя праведность и справедливость со стороны плоти он удаляется от зла и со стороны мира он имеет богобоязненность поэтому в этом проблемы его нету пожалуйста вот можно представить такую вот картинку ограждение его со всех сторон кроме одной и как раз вторая книга будет рассказывать нам а то и брешь и который в нее есть и который он потом с божьей помощью заделает итак вы видите что с одной стороны защита идет в том что он вне зла он богобоязнен другой стороны а с третьей стороны он праведен защищенность но дело то что я вот когда изучаю эту книгу но время от времени все время обращал внимание на то что его живет период совести то есть в тот период когда нет еще писанного закона когда многие руководствуются положением ну вот если все нормально в душе значит все правильно и я сделал заключение с позиции душа попечительства что у него есть пробоины в его совести мы сейчас будем говорить конкретно почему именно пробоины в совести пожалуйста да вот когда вы прочитаете эту книгу то вы обратите внимание что его действительно жил по совести вот друзья его они не жили по совести и мы видим что они сорвались они пошли на поводу своих позиций своей порочности и поэтому они же не руководствовали совестью они руководствовались с грехом который в них находился и этот грех проявлялся в том что в одних традициях другом это было мистика а в третьем это было отцовое предание и так он был непорочным защищенным духе но подвергался опасности появления неожиданной пробу пробоины в его совести и вот это произошло произошло тогда когда он увидел глазах своих друзей ужас когда они стали для него зеркалом и тогда он понял суть большой проблемы и тогда знаете он даже в этом потрясении дошел до того что проклял день своего рождения это было пробоина это было пробоина эмоциональная пробоина но который который он был не готов пожалуйста так его действительно жил по совести мы можем сказать это предположить и потом увидеть но у него не было понимания что ему нужно передать чувствительность своей совести в управлении бога отца вот он этого не знал что нужно было ему свою совесть отдать под руководство бога что полностью довериться полностью довериться он знает что делает но так как он считал себя непорочным он понимал эту непорочность он считал что он может руководить своей совестью он считал что он может и и в этом проявить праведность и в этом целомудрие и в этом благочестие он считал что он это может делать и это действительно он был сильным человеком сильным человеком был поэтому он выделялся среди других но он не знал что есть одно что нужно было отдать другие руки которые более чувствительные и более правильно все воспринимает отдать свою совесть управление бога отца пожалуйста и так его был готов к потери любой потери будут детей здоровья но не был готов к неожиданным обольщением его совести которую считал своим помощником в развлечении добра и зла вы же помните если вы читали эту книгу то он же как раз и отстаивает позицию что он по совести непорочный он не посмотрел на себя глазами бога отца да по сути дела он и не знал о законе греха который живет каждом человеке это учение не было разработано тогда он не знал о том какой страшный механизм находится в каждом человеке и вот мы видим что с одной стороны его подвергается влиянию он защищаться стороны мира да он защищен узнает как себя вести он знает защищаться от греха он знает как защищаться от плоти но не знает как вести себя когда совесть говорит что он непорочный когда у него нету фактов которые могли бы его привести к покаянию хотел последствия он скажет что у него были грехи юности да были у нее некоторые вещи о которых он не хотел вспоминать были поэтому по сути дела если бы уже разбираться то и в отношении его можно сказать что нет праведного ни одного но на фоне других и он действительно был непорочным и совесть которая сопоставляла его с другими людьми она говорила ты хороший ты непорочный ты посмотри какое беззаконие кругом творится а ты посмотри какой ты посмотри другие не заботятся а ты заботишься о людях да ты посмотри как другие ведут себя по отношению к детям а как ты ведешь ты за них ходатайствуешь со всех сторон он видел при сравнении используя совесть что он нормальный и более того он непорочный он непорочный пожалуйста но вот мы в отличие от его действительно имеем возможность быть полностью непорочными точнее полную защищенность во христе иисусе полную защищенность мы сегодня с вами живем более благоприятное время если мы учимся мудрости не просто знанием то мы должны понимать наше ограждение наши ценности которые нас защищают и в которых за интерес мы должны быть заинтересованы и так мы имеем полную защищенность давайте мы посмотрим на что от власти греха мы с вами защищены кровью христа вы согласны да мы защищаемся от власти греха кровью христа во вторых от власти мира мы защищаем страхом божьим да страх божий это наше средство защиты от этого мира чтобы мы не любили того что в мире похоть плоти похотячей гордость от власти плоти мы защищаемся и христианин защищается с распятием возможно вы впервые встречаясь с таким определением но апостол павел это обращает внимание потому что его интересует вопрос внутренней жизни очень серьезно это интересовало и он понял что должен умереть для всех проявлений плоти то есть внутренней испорченной природы человека мы не можем от нее освободиться мы не можем просто с ней воевать потому что проиграем мы должны для нее умереть а значит нужно пережиться распятие об этом написано например послание крим на 6 главе так же послание галатам об этом говорится от обольщения ложных чувств совести мы защищаемся передачи совести в управление бога то есть мы понимаем что иногда совесть может сыграть с нами злую шутку ну допустим христианин который духовно растет он приходит такому положению что считает что мне все позволительно все позволительно и поэтому я могу делать и это и это и это и это и будет все нормально я могу есть идольские жертвы потому что идол ничто моя совесть становится не чувствительна через некоторое время она стареет я называю иногда это старик старик совесть у духовно зрелых людей и он может сыграть большую и грубую с нами игру в которой он будет не на нашей стороне вернее мы будем думать что он на нашей стороне потому что мы привыкли всегда что если сердце нас не осуждает то коль ми паче бог но потом мы черстветь начинаем точнее стареет наша совесть она становится не такой чувствительной на то что нужно или же наоборот она может привести нас большущей чувствительности такой чувствительности что при одном соприкосновении с чем-то у нас будет очень сильное переживание которое не будет давать нам жить мы попадем власть боли и и так от власти сатаны мы защищаемся пребыванием во Христе вот такие мы имеем благословение Божьей благодати в новом завете по сути дела мы защищены и в этом мы с вами не порочны поэтому посмотрите на эту прекрасную картину которую вы можете исповедовать в своей жизни мы со всех сторон призваны иметь такую защиту и Отец Небесный он сделает все возможное чтобы нас обеспечить такой защитой чтобы мы могли пребывать во Христе а значит это его царство где нету места сатане грех мы побеждаем кровью Христа от мира мы отделяемся богобоязненностью а плоть мы для нее умираем через сораспятие потому что тот кто умер тот освободился от греха мы переживаем этот опыт однажды мы от чего-то мы не просто меняемся мы умираем и вот я советую как душопопечитель что вот если вы имеете какую-то проблему которая касается вашего внутреннего мира ну например непрощение да это же проявление плоти непрощение которое у нас появилось вы должны это увидеть вы должны это отделить от себя что это не вы вы должны это верою отправить на крест веры вырвать от себя и отправить на крест потом принять от господа кровь иисуса христа который очищаетесь от всякого греха от всех проявлений того что тут рана такая духовная находится она очищает потом елея духа святого мы верою исцеляемся и у нас уже появляется свобода свобода но если мы любим любим этот это состояние мы опять через некоторое время опять начинаем болеть этой болезнью этим состоянием плоти и в конце концов нам нужно умереть а как умереть подобную руку как мы говорили отдать на крест омыться кровь иисуса христа исцелиться и елеем святого духа но при этом это делать хорошо вечером моя практика показывает лучше делать это вечером вы ложитесь спать и вы умираете как физически вы засыпаете и это форма смерти потому что вы как бы живете в ненормальном мире вы просыпаетесь вы как воскресаете вы новое милость обновляется каждое утро вы оставили в прошлом вот это все вы его распяли вы его оставили там в вчерашнем дне и теперь вы можете делать уже правильные шаги зная что вы действительно если исповедали то Иисус Христус будущий правден простил вам грехи очистил вас со всякой неправды и вы теперь очищены и вы находитесь в положении вот этого сораспятия таким образом мы защищаемся и от влияния плоти мы не воюем это бесполезно потому что отрубывая одну голову появляется пять-шесть голов как у гордоны поэтому не получится наша борьба будет напрасно в конце концов мы сдадимся и проиграем у нас только если у нас умереть умереть по другому нету чтобы оно не влияло на нас надо быть мертвым когда оно мертвое тело то что ему не говори оно не реагирует сколько на него грязи не лей оно не будет реагировать вот подобным образом и у нас есть этот опыт который мы можем практиковать пожалуйста итак что же такое божье управление совестью нас этот вопрос больше интересует потому что эта проблема его была и она иногда бывает нашей проблемой что же чтобы была действительно совесть непорочная как же нам передать свою совесть божье управление вот как раз мы об этом будем говорить и вот это вот та мудрость которую мы должны с вами практиковать в своей жизни мы сегодня не делаем ударение носа распятия мы не говорим о том как это делать как первые шаги и другие это другая тема но нас интересует ио да и тут слово там непорочный непорочный цельный или как мы говорили другие еще можно делать объяснение этого слова как же чтобы совесть была этой непорочной первыми словами чтобы мы были защищены от той совести которая стареет стареет или она становится нечувствительной или очень сильно капризной пожалуйста итак божье управление совестью совершается через просвещение духовным знанием в случаях когда мы не можем найти нужного указания в библии ownership это ситуации в нашей жизни которые мы не можем как фундаменталисты как люди библии определить мы не можем сказать а это правильно или это неправильно точнее совесть на вам подскажет она нам подскажет niejsze может описании правильно а может подсказать неправильно например в моей жизни были моменты когда совесть со мной играла злую шутку казалось правильно а она была неправильно например он сыграл она сыграла со мной злую шутку в вопросе сватовства это целая такая история таким смешным окончанием точнее сюжетом и завершением после которой действительно я женился только на другой прими словами кратко выражившись так я ехал к одной свататься другой высвотал а то третий женился если и в этом сыграла шутка шутку со мной такая совесть да потому что как можно руководствоваться но дело в том что это полы самый лучший вариант бог подарил мне да бог помиловал меня но все началось от того что я почувствовал вину по отношении той девушке с которой я дружил и мы с ней на время расстались она поехала в отпуске я решил приехать к ним домой и дома уже и примириться и высвотать и так далее но казалось что мне сказали этот адрес и эта девушка была очень похожа на мою знакомую и по имени и по волос цвету волос и недалеко друг друга жили и в одном музыкальном коллективе пели ну очень много совпадений и только тогда когда уже вечером уже поговорили с отцом как раз было бы это это уехала в отпуск стать еще добавлю поэтому когда я при я приш приехал туда со своим другом и мы поговорили с папой и папа сказал ну я и скажу как она парню голову мутит и потом вечером когда мы же отдыхали я посмотрел альбом и понял что никуда попал да друзья мои вот поэтому как важно иметь духовное знание как важно иметь знание когда мы не можем найти нужного указания в библии это хороший случай он хорошо закончился до закончилась тем что эта девушка приехала с отпуска и после служения когда пригласил пастор на собеседование она прибежала в слезах и плачет у меня друг есть что делать я сказал ну это же моя вина я попался в такую неприятную ситуацию я тебя отпускаю нет я собрался ехать на миссию сибирь подать за веру евангельскую но не доехал попал туда где сегодня живу да друзья мои это хороший случай а ведь могло быть похуже а с моим другом получилось хуже он до сих пор не женился потому что вот совесть ему говорила вот определяла и вот вот это должна быть его женой а оказалось что она вышла за другого потом другая он решил уже брать уже там уже одну с которой дружил очень долго очень долго дружил с ребенком она была разводная не дали церкви добро в общем вот такое вот а он внутри получал это свидетельство это мое совесть ему говорила совесть говорила но надо было дать совесть божьего управления в моем случае это надо было сделать и в случае моего друга нужно было это сделать но это видите на семейную тематику чуть-чуть но дело в том что мы иногда думаем что вот эта чувствительность она духа но нам нужно разбираться когда действительно это духа когда это совсем от другого поэтому пожалуйста давайте мы посмотрим на вот такую схему ветер вот нужно отдать непорочную совесть божье управление и это касается того чтобы у нас должно быть духовное знание у нас должно быть просвещение от святого духа у нас должен был рост духовной жизни это очень важно вот эти три составные когда наша совесть будет непорочно мы отдадим под божье управление вернее когда мы будем принимать это от бога как его управление нашей совестью когда мы не будем спешить делать оценки со своей позиции опыта знания понимания у нас есть определенные позиции вот решение божьей мудрости которая представлен например вот на этой схеме так божье управление нужно рассматривать то что бог интересуется нашим духовным ростом жизни наш отец небесный очень интересуется что мы сами духовно росли очень интересуется этим он хочет нас просвещать и он делает эти просвещения святого духа и у нас есть особое духовное знание пожалуйста вот посмотрите как я это представляю вот как мы приобретаем духовное знание я это и представляю схему согласно того опыта душу попечительства которое приходится мне совершать работая с верующими людьми мужчинами и женщинами или же супругими парами видите что идет с одной стороны просвещение святого духа то есть любой ситуации мы должны помнить что отец хочет нам помочь и мы должны просто опустить свое сердце вот этот вот голос божий на просвещение святого духа но с другой стороны мы должны понимать то наше духовное знание связано с нашим духовным именно ростом духовной жизни а мы сами говорили что есть младенцы духовные есть духовные дети духовные отроки духовные юноши духовные отцы и отцы они тоже познают безначального то есть они это безграничный рост в этом отцовстве и вот тогда то появляется чувство в совести вот от духовного знания приходит настоящая чувствительность когда она находится под управлением обуздана совесть просто она просто обуздывается когда же мы и начинаем давать свободу чтобы она могла быть управляющим самостоятельно выполнять то тут может через некоторое время она как мы говорили сыграть нам свою шутку да вроде бы с хорошей стороны но нам во вред пожалуйста итак что такое просвещение просвещение духовным знанием это принятие божьей благодати на личном уровне как как я говорил как голос бога библия написано так что овцы мои знают голос мой и другие голосов не знают и другими не идут так христос определил себя и поэтому если мы с вами ученики иисуса христа мы должны знать голос бога и вы помните что в книге иова бог начинает говорить и он и он уже узнает этот голос и возвал господь из бури киеву и его понял кто с ним говорит он понимал что это говорит не сатана это говорит бог а почему дальнейшем мы с вами узнаем об этом итак просвещение духовным знанием это принятие божьей благодати на личном уровне это каждого особенный разговор с отцом небесным это каждого из нас есть тот особый путь который мы не можем измерить но по мере духовного роста мы на него все выйдем если мы с вами достигаем уровня подростков вот тут как раз появляется этот конфликт где совесть начинает нам говорить что мы уже многое знаем мы уже самостоятельные нам уже не нужна опека нам даже не нужна церковь нам нужны финансы и тогда мы сделаем миссию свою да нам нужно только финансы больше ничего все остальное мы супермены мы все можем мы горе можем сравнять или же наоборот воздвигнуть так вот вот такая категория духовных подростков на это самое тяжелое время для того чтобы пойти дальше нужно действительно иметь эту непорочную совесть необходимо действительно иметь честное общение с отцом потому что если я не буду иметь честного положения с отцом то тогда я буду слушать другого другого советника это может быть мир но я его скажу нет нет я с миром дело не имею тогда может быть стороны врага душ человеческих и тут ему попасть в ловушку да совесть иногда используется врагом душ человеческих даже больше чем мир это может использовать потому что у мира понятна категория похоть плоти похотячей гордой жительской все ясно но ведь враг душа не приходит под видом ангела света они приходят в ране он приходит под видом ангела света они они темные приходит он приходит так чтобы мы его приняли и иногда он использует совесть он использует ее поэтому нам надо знать этот голос бога вот почему мы говорим мы общаемся с богом вот почему нужно принимать эту благодать о которой мы говорили на первой встрече вот почему нужно пропитываться этой любовью отца небес нам нужно действительно верить что мы дети божьи потому что произойдет другое мы станем сиротами духовными сиротами отсюда путь до духовных бомжей недалеко когда мы оторвемся и пойдем по рукам а как это а вот так мне не нужна церковь я уже все знаю и вообще в этой церкви все не в порядке она не духовная вот я покажу какая должна она быть помните мы говорили о бунте вот бунт это одна из проблем того что появляется порочная совесть который использует враг и он уводит людей и первое послание и она как раз об этом говорит что нужно иметь общение если мы ходим во свете подобно как он во свете имеем общение друг с другом то кровь иисуса христа очищает нас от всякого греха но если нет общения то тогда мы горю что мы не согрешили и представляем тогда бога лживым и нет истины в нас но мы это думаем что нас истина и поэтому они вышли от нас потому что не были наши а точнее были с нами но не стали нашими они не объединились помните мы говорим книги и очень важная тема единства очень важно но не знаю что сатан он не объединился он не объединился он ушел он бросился а ил объединился с отцом а вокруг ил объединились еще его друзья и его жена я верю потом его дети и внуки пожалуйста следующие как следующая картинка и так вот мы смотрим на то вот эта благодать божия вот этот это духовное знание бог является в нашей жизни мы должны верить что бог с нами общается он хочет нами общаться и одна из форм это наша личная молитва это когда мы изучаем писание или когда мы приходим на служение но иногда он является в неожиданных ситуациях когда библия нам не поможет когда мы находимся вне церкви он нам является мы должны понимать что он нам приходит на общение он хочет нас заинтересовать и наша задача какая прославить его и мы готовы принять его слово готовность принять его слова и принимаемые верою это слово вот такие шаги вот тогда приходит духовное знание то есть мы не груша то библейском знание только мы говорим вот эти ситуации когда надо создавать под контроль богу когда мы говорим стоп стоп совесть подожди оценку мы никакую не будем делать мы не хотим мы попадем проблему гнева если будем оценивать все если мы будем брать на позицию что хорошо что плохо тогда мы будем стоять под каким-то сизо с плакатами или еще где-то находиться да нам нужно понимать что является бог нам каждый день отец небесный заинтересован с нами в общении мы должны верить и вот тогда когда мы пропитываемся его благодатью когда мы пропитываемся его вот эти вот благословение мы должны знать что вот тогда он и приходит он говорит с нами когда мы смотрим на природу восхищаемся его природой когда мы размышляем о нем он приходит к нам каждый раз когда мы думаем о нем он уже рядом там не уходил это мы иногда просто замыкаемся и отгораживаемся просто ограничиваем себя от бога наша непорочность идет в другую сторону иногда ограждаясь не от того кого нужно родиться поэтому явление бога явление отца это его задача это его задача потому что он хочет иметь рядом с собой детей а наша задача его прославить слово прославить оно и заключается в том чтобы войти с ним в общение и потом действовать согласно его планам то есть у нас есть готовность и верой мы принимаем это слово и у нас является духовное знание мы не можем делиться этим духовным знанием с другими потому что у каждого из нас особые отношения личные личные отношения пожалуйста как узнать что нас посетило просвещение духовным знанием а не кость не сатаны как же и вам узнал что с ним бог говорил из бури а не сатана который сделал столько подлостей вначале мы видим что его перепутал он перепутал и он думал что это бог на него нападает помните он говорит с женой и говорит ну разве мы от бога будем принимать только хорошее или будем принимать только и плохое в том числе он понял что плохое исходит от бога но ведь то мы знаем мы с вами присутствовали на пресс-конференции до начала представления до этой трагедии которые трагика комедии точнее рассказать или вообще трагической как только как рассматривает книги мы знаем что бог не является виновником страданий мы знаем кто поразил его там написано и поразил его сатана но и он не мог руководствоваться потому что не отдал совесть под контроль бога отца и мы знаем что проблема его заключалась в том что он был на таком уровне где воспринимал бога как господа а ему нужно было учиться принимать как отца и поэтому весь путь книги иова это научиться принимать эту первую любовь нам нужно принимать эту первую любовь чтобы нас посещало духовное знание и тогда мы будем знать голос божий это не обязательно словами будет сказано это не обязательно речи будет произноситься мы вроде просто будем понимать в духе что это знаме говорит отец а не козни сатаны пожалуйста итак когда мы говорим о признаках духовного просвещения то приходит во первых упокоение там не будет напряжение будет уверенность приходит сила то есть мы понимаем что мы становимся сильны приходит просвещение и удовлетворение которое мы называем блаженство согласно библейского определения это удовлетворение как блаженство мы ощущаем не временное удовлетворение а действительно постоянное блаженство и так упокоение то есть напряжение уходит уверенность появляется сила появляется просвещение является удовлетворение остается посмотрите вот это тех вещей которые не хватает будет не хватать иову когда он увидит в глазах своих друзей свое состояние вот как раз у них покой уйдет до 2 главы у него покой а дальше покоя не встает у меня это уверенности дальше сила он теряет он ничего не знает говорит нет у меня знания я не понимаю и нету блаженства горе мне горе мне вот признаки признаки духовного знания друзья мои я думаю что сейчас нужно сделать перерыв потому что нужно это все осмыслить то что мы с вами